Всем привет! С вами Денис Кожур. В этом видео рассмотрим, как добавить текст на стену. Если вы хотите больше интересных видео, то подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии и ставьте лайки. Сейчас у меня здесь просто плоскость, на которую назначен UVW Map, чтобы отображалась корректно текстура той штукатурки, которая у меня здесь есть. Сейчас я включу интерактив, чтобы все было наглядно. Теперь мне нужно назначить текстуру, которая будет определять, как будет располагаться цвет. Для этого я создам еще один короновский материал. И здесь же хочу дать совет. Если возможно, старайтесь упрощать все вещи, чтобы не запутаться и безболезненно во всем разобраться. Здесь у меня есть вот такая вот текстура текста. Я его сохранил как png-файл с прозрачностью, чтобы потом показать еще один нюанс. Я его назначаю на diffuse color, чтобы он отображался корректно. Также можно включить его отображение в viewport. И назначить на данную стену. Сейчас как-то это все неадекватно выглядит. В viewport так точно. Здесь ситуация получше, но он у нас повторяется. Мне эти повторения не нужны, поэтому я убираю вот эти галочки tile, которые как раз-таки отвечают за повторение текстуры по вертикали и по горизонтали. И есть еще один нюанс. Сейчас данная текстура использует те же координаты, что и использовались для штукатурки в UVW Map. Это 200 на 200 на 200. И текст, во-первых, растягивается. Во-вторых, если я начну изменять положение и размеры UVW Map здесь, здесь, в этом модификаторе, все эти изменения также скажутся на материале штукатурки, а я этого не хочу. Для того, чтобы этого избежать, я добавляю еще один модификатор UVW Map и назначаю ему канал 2. Это значит, что все эти изменения, которые будут в этом модификаторе, будут отображаться только на тех текстурах, которые подключены также ко второму каналу. Здесь я меняю Map Channel, ставлю 2. И мы видим, что текстура меняет свои размеры. Не стоит пугаться. Сейчас мы все настроим. Я переключусь в режим Box, он мне удобней. Здесь я вписал те же размеры, что и у изображения, чтобы сохранить масштабность. А далее я выбираю этот модификатор и просто режимом масштабирования уменьшаю его до тех размеров, которые мне необходимы. Приблизительно вот так. И далее меняем местоположение на то, что нам надо. Я его сдвину сюда. Отлично. Теперь, когда размер и местоположение настроены, можно переходить к более сложным вещам. Я создам CoronaLayeredMTL, составной материал для того, чтобы совместить, соединить штукатурку и материал текста на одном предмете. Итак, когда я назначаю данный материал на стену, она становится серого цвета, так как второй слой у нас серый. Просто берем вот эту маску, которую мы настраивали ранее, и добавляем в слот маска 0. Вот этот вот материал здесь нужен был лишь для того, чтобы правильно подстроить отображение данной текстуры. Сейчас мы видим что-то непонятное. Все происходит из-за того, что 3D Max неправильно считывает прозрачность у PNG изображения. Если поменять вот здесь вот, Monochannel Output на Alpha, то все становится на свои места. Теперь я хочу уделить еще немного внимания самой маске и как она работает. Итак, вот как выглядит данная текстура. маска у нас там, где черный цвет. Маска как бы не работает и оставляет тот материал, который у нас находится выше. То есть вот этот вот серый цвет остается там, где черное пространство. Там, где пространство белое, там маска работает как прозрачность и проявляет под собой нижний материал. Теперь, если я хочу поменять цвет данного текста, я просто захожу в настройки цвета Diffuse и выставляю те цвета, которые я бы хотел видеть. Если же вам нужно какое-то более сложное сочетание цветов, допустим, какие-то буквы должны быть разных цветов, тогда можете прямо в Photoshop поменять цвет и уже тогда надо будет использовать эту текстуру как Diffuse Color. А так, в остальном все должно быть просто. Итак, подытожим. Что нужно? Надо сделать канал для текстуры, отличный от канала текстуры с основным материалом, в данном случае штукатурки. Здесь я поменял материал Map Channel на 2 у текстуры и также назначил в UVW Map тоже этот же Map Channel. Если вы используете PNG изображение, то надо поменять Monochannel Output на Alpha. если, соответственно, у PNG изображения есть прозрачность. На этом урок завершен. Если у вас есть какие-то вопросы, обязательно задавайте их. Также переходите по ссылке в описании под видео в группу ВКонтакте. И там оставляйте свои предложения для темы видеоуроков. Я всегда буду рад вашим идеям. А также просто подписывайтесь на группу, я там публикую различные интересные материалы, последние новости, текстуры, модели и многое другое. Ставьте лайки, если вам понравилось это видео. Также жмите на значок колокольчика, чтобы получать уведомления о выходе новых видео. И до встречи в следующих уроках. Пока!